В мае месяце мы должны выпустить первую бумагу, в конце мая. Что для этого есть уже сейчас? Для этого есть у нас, скажем, 70% выполненных работ. Я думаю, что мы успеем. Работаем две смены. Это бумагоделательная машина, БД. Мы занимаемся монтажом этой машины. Как запустим, вы увидите первую. А сколько рабочих вы ждете именно в этом цехе? Значит, работать в этом цеху будут четыре, ну, работать будут четыре смены. И в каждой смене. Это же бумагоделательная машина. У нас еще строится, помимо этого, размольного подготовительных цехов. Работать будет порядка, в смене, 25 человек. Ну, как по срокам у вас, когда запуск планируется? Мы планируем конец 7 мая. Конец 7 мая уже запуск. Я на это настроил весь коллектив. Думаю, что мы вас не подведем. Я помню тот день, когда мы с вами встретились, надо бы расширить производство. Ну, тогда будем расширять. И видите, уже машина огромная стоит. Такая единственная. Центральный педагог. Что-то ваше было предложение. Приятно, когда... Это вы внесли предложение, я еще раз говорю. Да, было тяжело. Ну, вы видите, стараемся сделать, чтобы успеть и по срокам сделать. Ну, и второй вопрос. Вы нам дали тоже поручение, что на этом не останавливается думать о развитии. Есть план. Мы сейчас уже и подыскиваем тоже, возможно, дополнительную площадку. Потому что мы здесь зажаты, нам надо площади раз в 5-10 год. Потому что та машина, которую мы будем производить, планируем, приобрести, она будет производиться более 600 тысяч тонн. По железнодорожному району самое большое количество жалоб. Вы об этом знаете. А у нас вообще везет... Поэтому у меня убедительная просьба, чтобы вот жители совершенно обоснованно жалуются. Это касается железнодорожного и всех остальных районов города Арлова. Если мы хотим, чтобы я за это отвечал, тогда вопрос, за что мы вам платим деньги. Совершенно верно. И давайте мы уже тогда вместе организовывать. Деньги вам поступают. Сбоев никаких нет. Тогда организуйте контейнерные площадки вместе с городской администрацией, что в их обязанности тоже входит. Чтобы не было нареканий. У меня просьба к каждому, что к вам, что к другим, совершенно одинаковое отношение. И здесь я, Александр Сергеевич, прошу тоже и по зеленой рощи. Если есть фактное нарушение, мы фиксируем, потом сядем за стол и будем расторгаться. Как тем, кто не будет выполнять. Если выполняете, то, слава богу, будем помогать только. Если не будете выполнять, будем расторгаться. Договорились? Договорились. А это когда показательным будет, как жители перестанут жаловаться. Вот как жители посчитают, что проблема мусора для них не существует, она решена. Тогда и мы с вами выполним нашу задачу. Меня на сегодняшний день не устраивает тот вид, в котором находится город после зимы. Мы объявили двухмесячник работ, у нас субботники намечены. Это все замечательно, но нам не нужно ждать 20 апреля, когда будет ежегодный традиционный субботник. У нас сейчас каждый день это субботник для спецавтобаз. Плюс привлечение трудовых коллективов, плюс привлечение частных компаний, кто является собственниками жилых и нежилых помещений, выходящих на улицы города, которые тоже нужно подключать. Но и самое главное, нужно организовать те силы, которые сегодня имеются в спецавтобазе, для того, чтобы обеспечить экономический эффект от деятельности предприятия. Но самое главное, показать жителям те результаты работы, которые мы ставим перед собой как цель. Поэтому я прошу, просто здесь вместе с городской администрацией, у нас куратором является городом, также Тарас Вадим Александрович, просто составить дорожную карту по решению проблем текущих предприятий. Мы сразу скажу, что запланировали сегодня найти возможность приобрести дополнительно еще около 20 единиц техники для спецавтобаз. Малые техники, которые позволят нам работать и в квартальных проездах, и кварталы, и дворовые проезды. Нам с вами нужно увеличить на сегодняшний день минимум в полтора раза число дворников. Потому что в районах мы можем ставить любые задачи, но если 15 дворников на район, то толк от этой работы всего лишь будет 10%. Сегодня мы еще раз повторяемся. Нужно приложить усилия, и мы отдельно об этом еще поговорим, где и как искать людей. Но и нужно все-таки четко следить за рабочим временем. Сергей Васильевич, здесь к вам вопрос. Но чтобы не приходила информация, что у нас в выходные дни машины все стоят на базе. Вот если хоть одна машина стоит на базе, которая может работать в выходные дни, это сразу основание для предъявления к вам претензий. И я прошу, чтобы Александр Сергеевич именно так рассматривал и контролировал. У нас есть программа, она стоит у нас у каждого на телефоне. Можно следить за машиной. Сергей Васильевич, организуйте работу, чтобы в выходные и праздничные дни эта работа была. А то у нас что-то чудеса. В праздник у нас спецавтобазы не работают. По мне, так это самый лучший день, когда нужно работать. И УКХ с твоей стороны тоже эту работу контролирует. Но я абсолютно не снимаю с вас соответственности, потому что можно на главу администрации сколько угодно недолго кивать, но вы этот процесс организуете. Вы приходите, давайте сроки, требуете то, что в муниципальном предприятии деньги перечисляют. В послании федеральному собранию президентом страны была поставлена задача по улучшению ситуации, демографической ситуации, поддержке детей и многодетных. Уже с следующего года право на ежемесячные дополнительные выплаты при рождении первого ребенка, получив семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека. Сегодня продолжается выплата материнского капитала при рождении второго ребенка. И на минувшей неделе мы собирались, обсуждали вопрос повышения рождаемости и поддержки многодетных семей в рамках реализации регионального проекта, в рамках нас проекта «Демография». В целом обсуждение показало, что сегодня у нас достаточно большой спектр возможностей, разными департаментами это представляет, сказал бы, которые не имеют отношения к демографии. Но я прошу на примере этого обсуждения провести совещание по каждому нашему региональному проекту и выработать межотраслевые меры, которые потом включить в дополнительные мероприятия в рамках реализации нацпроектов. Потому что сегодня простым путем мы с вами не достигнем тех больших показателей, которые имеются. Поэтому прошу всех активно участвовать в работе предлагать идеи, которые, может быть, даже сегодня кажутся необычными, но которые могут впоследствии повлиять на результативность, достижение эффективности по каждому у нас проекту в отдельности. Сегодня финансовая поддержка семей при рождении – это одна из важнейших составляющих. Мы посмотрели даже поверхностно ту статистику, которая была. Повышение финансового обеспечения приводит к увеличению рождаемости. И сегодня у нас для повышения уровня доходов семьи из федерального бюджета есть понимание, какие средства будут поступать. Только в текущем году область получит свыше 658 миллионов рублей. Из регионального бюджета мы выделяем более 180 миллионов рублей. И благодаря в том числе этим мерам, которые мы с вами проработаем и предложим для реализации, область должна достичь целевого показателя по увеличению суммарного коэффициента рождаемости. В рамках реализации с 1 января 2019 года национального проекта «Демография» Департаментом социальной защиты региона утвержден региональный проект финансовая поддержка семей при рождении детей в Орловской области. В связи с этим проведена необходимая работа по заключению соглашений о реализации регионального проекта на территории Орловской области и о предоставлении межбюджетных трансфертов. Разработана дорожная карта реализации регионального проекта на 2019 год. В региональный проект включены цели и показатели федерального проекта финансовая поддержка семей при рождении детей. Реализация данного проекта носит межведомственный и системный характер и ведет к достижению целевого показателя номер 2 национального проекта «Демография». Это увеличение суммарного коэффициента рождаемости в 2024 году до 1,7 на одну женщину. То есть число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода, а это возраст от 15 до 49 лет. Для Орловской области федеральным проектом определены следующие целевые показатели. Увеличение суммарного коэффициента рождаемости от базового значения 1,421 до 1,527 к 2024 году. Это составляет по предварительным прогнозам в абсолютных цифрах. В 2019 году 7303 ребенка, в 2020 году 7373 ребенка, рожденных в год. В 2021 – 7483, в 2022 – 7558, в 2023 – 7623 и в 2024 – 7658. Следует справочно отметить, что самым высоким коэффициентом рождаемости в Орловской области за последние более чем 20 лет был коэффициент рождаемости в 1990 году, и он составлял 1,84. За последние 10 лет в 2015 – это было 1,6, и в этот же год наблюдалось самое большое количество рожденных детей, 8,626. За январь-февраль 2019 года число рожденных детей составило 950 человек, что составляет 13% от годового прогноза. Всего, по данным Росстата, в прошлом году, в 2018-м, родилось 6,770 детей. Региональный проект направлен на реализацию механизма финансовой поддержки семей при рождении детей в зависимости от очередности рождения ребенка в целях создания благоприятных условий для жизнедеятельности семьи и минимализации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей. Понятная система мер будет способствовать осуществлению долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи. Кроме этого, полагаем, что они окажут влияние на демографическое поведение, предотвратив откладывание родителям решение о рождении ребенка на более поздний срок. Статистика говорит о том, что практически в два раза снизилось за последние годы рождение первенцев, первенцев и вторых детей. И также наблюдается резкое снижение числа рожденных детей у молодых пар. Это от 20 до 24 лет. В региональный проект включены следующие задачи. Это предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением и усыновлением первого ребенка до достижения полутора лет. Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего или последующих детей до достижения им трех лет. Материнского семейного капитала и средств бюджета Орловской области. Предоставление единовременного пособия зарегистрированной многодетной семье при рождении третьего и каждого последующего ребенка. Кроме этого, в плане мероприятий повышение доступности ЭКО семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Назнованные меры финансовой поддержки семей в Орловской области уже реализуются благодаря федеральным решениям, направленным на улучшение демографической ситуации в регионе. Кроме того, осуществление данных выплат будет способствовать частичной компенсации выпадающих доходов семей в период, когда при возрастающих расходах семьи работает и получает доход от трудовой деятельности в полном объеме только один из родителей и приблизит уровень дохода семей с ребенком к среднедушевому доходу семьи до рождения ребенка. В исполнении указа президента Российской Федерации номер 606 о мерах по реализации демографической политики в Российской Федерации ежемесячная денежная выплата предоставляется 3,5 тысячам семей и размер выплаты в 2019 году составляет 10 030 рублей. Финансирование расходов на осуществление ежемесячной денежной выплаты предусмотрено в виде межбюджетных трансфертов при условиях софинансирования средств областного бюджета. Но в этом году для нас самое выгодное процентное соотношение. И если, например, в 2018 году объем средств областного бюджета на эти цели превышал федеральные средства, то в этом году объем федерального финансирования составляет 95%. Наряду с выплатами на третьих и последующих детей в семьях со скромными доходами с 1 января 2018 года созданы дополнительные стимулы для рождения первых и вторых детей. Реализуется федеральный закон 418 о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей, по которому право на ежемесячную выплату в связи с рождением и усыновлением первого ребенка по состоянию на март 2019 года приобрели 1656 семей. Средний душевой доход в семьях, который не превысил полуторакратную величину прожиточного минимума, это на сегодняшний момент 15456 рублей. Финансовое обеспечение из федерального бюджета осуществляется полностью, составляет более 202 миллионов рублей. Выплата осуществляется до достижения ребенка возраста полутора лет, и размер выплаты составляет 9741 рубль. Действительно, в настоящее время Минтруд внес в правительство Российской Федерации законопроект о выплате пособия семьям с низким доходом. И согласно этому проекту, с 1 января 2020 года уже для расчета будет браться не полуторный прожиточный минимум, а двухкратный. Если сейчас пособия на первого ребенка получают только 45% семей от тех, которые родили первенцев, то ожидается, что после принятия закона программа будет охватывать порядка 65-70% семей. Вместе с тем в Орловской области установлены и региональные меры социальной поддержки семей с детьми. Так, в соответствии с законом Орловской области о статусе многодетной семьи и мерах ее социальной поддержки, на территорию области зарегистрировано более 7 тысяч многодетных семей, годовой объем средств на их поддержку составляет в 2019 году 324 миллиона рублей. Наиболее востребованной демографической мерой поддержки многодетных семей в Орловской области является региональный материнский семейный капитал, который на сегодняшний день более 131 тысячи. И я должна сказать о том, что по сравнению с другими регионами Центрального федерального округа мы находимся на таком высоком уровне по размеру материнского капитала. Единственное, например, в Костроме он порядка 200 тысяч, а так в основном везде ниже, чем в Орловской области. За период с 1 января 2012 года, то есть с момента введения материнского капитала, он предоставлен более чем 6 тысяч многодетных семей. И одно из направлений, которое выбирают семьи, это в основном улучшение жилищных условий на территории Орловской области. В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» будет продолжена работа по предоставлению как федеральных, так и региональных мер социальной поддержки, а также информационно-коммуникационная кампания, направленная на информирование семей о имеющихся возможностях в регионе. Определенный вклад в увеличение числа родившихся детей внесет осуществление мероприятия по лечению бесплодия с использованием экстракорпорального оплодотворения. В ходе реализации регионального проекта будет увеличено количество циклов ЭКО с базового значения 191 процедура до 340 в 2024 году. Уже за период января-февраля 2019 года в рамках реализации данного мероприятия выполнено 55 процедур, число женщин, ставших на учет по беременности после ЭКО-15, число родов после ЭКО-11, число детей, родившихся в результате ЭКО-9. Объем средств федерального бюджета на реализацию Орловской области проекта финансовая поддержка семей при рождении детей на 2019 год составляет 658 миллионов рублей. В региональном бюджете на эти цели предусмотрено 181 миллион рублей. Всего на реализацию проекта в 2019 году предусмотрено более чем 839 миллионов рублей. О результатах деятельности уполномоченного по защите предпринимателей в Орловской области мы практически на каждом совещании, которое касается предпринимательства, будь то мало, среднее или крупное, говорим о необходимости рассмотрения этого вопроса широко, так как данный вопрос является одной из важнейших точек экономического роста экономики региона. Важнейшие задачи в данной сфере решаются нами в рамках реализации национальных проектов и положения президентского послания. Сегодня как раз будет селекторное совещание, которое будет проводить министр экономического развития. Будет касаться всех и национальных, и региональных проектов по выполнению поставленных задач. Сегодня нам нужно создать условия, при которых максимально избавиться от ограничения свободы по инициативе предпринимательства и максимально снижать административные барьеры. Я рад, что в рамках реформы контрольно-отзорной деятельности мы с вами заняли 16 место после 15 пилотных регионов. По сути, это лучший показатель среди регионов, которые не получали дополнительные меры поддержки, но это абсолютно не означает, что нам нужно остановиться на достигнутом, нужно дальше продолжать работу. Это касается и целевых моделей. Каждый житель области, каждый предприниматель, приходящий извне, должен знать, что у нас в регионе выстроена система, при которой свобода предпринимательской деятельности, с одной стороны, имеет законно установлено ограничение, с другой стороны, нет излишних административных барьеров. Мною в ходе отчета перед Орловским областным советом народных депутатов достаточно подробно освещалась наша деятельность в этом направлении. И я думаю, что мы с вами сделали первый шаг по созданию открытого условия для открытого диалога между властью и бизнесом. Это и совет при губернаторе, и наши регулярные совещания по контрольно-отзорной деятельности, взаимодействию полномочным по правам предпринимателей. Кроме того, были приняты законы, направленные на снижение налоговой нагрузки для субъектов малого и среднего предпринимательства. Но нам есть еще над чем работать, и я думаю, что здесь эта работа должна устраиваться именно совместно с аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей. Но с моей стороны, могу сказать, что мы максимально готовы наше сотрудничество укреплять и развивать по всем направлениям. В 2018 году на прием обратилось более 1 тысячи предпринимателей. По вопросам неразрешенных в ходе приема поступило 200 письменных обращений. Из них 108 обращений от индивидуальных предпринимателей, 92 обращения от юридических лиц. То, что практически меньше, чем в 2017 году, на одну треть. Сокращение количества письменных обращений способствовало принятие региональной властью мер по обеспечению определенности экономической ситуации в области. Широкое обсуждение принятых мер с привлечением предпринимательского сообщества. Ориентирование органов государственной власти и местного самоуправления своей деятельности на реализацию стратегии долгосрочного устойчивого развития. Приняты законы, направленные на снижение налоговой нагрузки для субъектов малого и среднего предпринимательства. Учитывая важность для бизнеса снижения налогового времени, считаем целесообразным изыскать возможность расширения льгот для налогоплательщиков. Сокращение количества письменных обращений также способствовало обеспечению консолидации усилий органов власти Института Уполномоченного по защите прав предпринимателей с общественными объединениями предпринимателей. В частности, в 2018 году особое внимание было уделено обеспечению открытого диалога власти и бизнеса. В 2019 году совместная работа аппарата Уполномоченного с общественными объединениями предпринимателей будет продолжена. Прорабатываются новые механизмы взаимодействия. Прошлый год показал, что мы с вами в рабочем порядке сняли огромное количество опросов, собрав, выявили систему, отработали и дальше пошла уже работа. По двухмесячнику по уборке территории. Главы здесь присутствуют, коллеги, двухмесячник – это дело хорошее, но до 1 мая мы с вами должны навести порядок на улицах. Снег сошел, песок высох, весенний-летний период уже начался, контракты по городу уже можно реализовывать, поэтому все на улицу. 1 мая у нас с вами начинаются праздничные мероприятия, 1-е, 9-е – кладбище, улицы, парки, скверы, дороги. Давайте так не спустя рукава. У нас с вами большие объемные контракты. По возможностям мы докупаем и технику. Давайте задачу поставим всем в течение этого месяца отработать. Плюс конец месяца у нас с вами на 22 апреля запланированы субботники. Также, как и в прошлом году, коллеги, руководители департаментов по своим закрепленным районам, готовьте выезд. Надо ехать, помогать на территориях вместе с главами, организовать эту работу со всеми подчиненными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова